Дети войны. Так говорят про тех, кто не по своей воле стал свидетелем кровопролитных сражений и в юные годы испытал на себе все тяготы военной жизни. Валентина Павловна Макуха, ребенок войны. Жительница нашего города провела нелегкое детство, была ранена. Но мужество и отвага, которую проявила пятилетняя Валя, не могли остаться незамеченными. Валентина Павловна родом из Кабардино-Балкарии, из города Прохладный. Именно там началось ее детство, прошла юность. Когда началась Великая Отечественная война, в Али было пять. Так получилось, что рядом с родительским домом расположился немецкий штаб, а чуть дальше лагерь пленных. Меня засекли, я была озорная такая. Вот, меня засекли они, девочка, девочка. Я, мам, кто-то в подвале шумит. Ну, разбитая, клуб разбитый был, кто-то в подвале шумит. Она говорит, нам спускаться нельзя. А мы казачки коромысла носили. Они стали, как будто отдыхают там. Вот. Я говорю, мама, там два дяди сидят. Они просят покушать, им принести что-нибудь. Мама говорит, ну что ж, пойдем с водой. Берет тетю Машу снова. Они подружки были. Вот. С одиннадцатого года обои были. Взяли и пошли. Они мне... У меня платьице было такое вот, широкое. Ну, как носили раньше-то. Татьянкой. Они на фартука, значит, был. Туда мне напхали. Молочка положили, чуреки. В общем, с кукурузы лепили чуреки. И вот два чурека. И так я им носила, пока они пришли себя. Они две недели ничего не ели, ничего. Пленных солдат решили освободить. Вместе с мамой маленькая Валя рисковала жизнью. Но тогда опасности не страшили. Все это больше напоминало Вале игру. Других развлечений у девочки в то время просто не было. Ну, а что придумали? Мама, тетя Маша. Взяли, а казачки-то носили широкие юбки, кофты широкие. Вот. Платки. Положили в ведра. Вот. Так, чтобы незаметно их было. Крышками ведра накрыли, как будто, ну, вода, чтобы не плескалась. И меня туда с этой трихомудрией, к ним. Они переоделись. Ну, сказали мы там, они, значит, от пяти и до шести часов там будут есть. И мы вот в это время придем, чтобы они были готовы, переодеты. Ну, значит, одежду мы отдали. Юбки они, казачки, носят все время такие широкие, обширные, кофты обширные. Вот. Они говорят, а как же нам рацию сделать? А мама моя ей говорит, ой, плащ-палатки-то у вас есть. Вы, говорит, возьмите плащ-палатки в две вот так вот сложите, положите рацию свою. Вот так вот, говорит, заверните посильнее. Дочку сюда посадите, ведь это какой риск. И она платьицам все прикроет. И вот по задам, и к нам в этот, в окоп. Ну, и, значит, везти. Ну, давай. Мама со стороны с водой идут? Ну, следят. Нет никого. Давайте. И мы здесь через улицу, они меня посадили. Я вот так вот села на рацию. Вот. Первая на рацию села, закрыла ее попой. Вот. Вот. А как будто две женщины ведут, ну, качают ребенка-то. Вот. И быстренько здесь прошмыгнули, ну, улицу вот так прошмыгнули, и в этот, к нам через огород прошли и в окоп. После освобождения пленных Валя была ранена. Немецкие самолеты начали бомбить дома. И девочка попала под обстрел. В тяжелом состоянии полгода пролежала в больнице. В 42-м году Валентине вручили медаль за отвагу, которая так и осталась на родине, в Кабардино-Балкарии, вместе с семейными фотографиями. В рассказово Валентина Павловна приехала в 58-м году, когда вышла замуж. Уже здесь в разные годы она получила две юбилейные медали победы в Великой Отечественной войне. Прошло уже больше 70 лет, но эти детские годы Валентине Павловне никогда не забыть. Многое пришлось выдержать и пережить. Ирина Птуха, Алексей Шаповалов, Новости ТВ, Рассказыва.